МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он на коне, Саша на тебя опять. Могу твоего парня заколбасить, а он меня не может. Бойся, облысеешь скоро. Все нормально? Я к вашей порче готова. Посмотри, как я сегодня облачилась даже. Здравствуйте, я Ксения Собчак. И это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга. Надежда Ермакова давно пыталась выйти из тени своего молодого человека Саши Гобозова. И вчера ей это определенно удалось. Вот только способ, который Надя для этого выбрала, вряд ли пойдет во благо ее отношениям с Александром. А играть с огнем накануне прихода новых девочек на проект вдвойне опасно. Ну а в городских квартирах тоже не обошлось без происшествий. Сегодня старички вместе с другими ребятами приедут к нам в периметр. И я надеюсь, смогут нам все объяснить. Наступил 1285-й день нашей телестройки. Старики после долгих споров решили в этот раз на мужском голосовании иммунитет никому не давать. В итоге сразу несколько парней оказались под угрозой вылета. В частности, Андрей Черкасов, против которого набралось большинство голосов, благодаря удачному заговору, организованному Надеждой Ермаковой. Это стало большой неожиданностью для Саши Гобозова. И он расценил эту ситуацию как предательство. Досталось также и Кате. Мало того, что ее бросил Геннадий Джития и сегодня рано утром покинул периметр на несколько дней, так еще многие участники решили бойкотировать ее за то, что она пошла на поводу у Нади Ермаковой и проголосовала против Андрея. Но Андрея спас иммунитет ведущих. И проект покинул Вячеслав Гроза. А за Катю попыталась заступиться только Надя Скороходова, тем самым разругавшись с Черкасовым. Ну а сегодня перед отъездом на гастроли нам в гости решили пожаловать городские жители. У меня же полноченки. Там вот пупо, да, минус 7 минут. И на пазы. 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 Да, прикол. Давайте. Даже не знаешь, куда это. Я не знаю, почему это. Старый, конечно. Пойдем, старый. Идем сюда. Спасибо. Спасибо, Донбасс, что ты сделал меня крутым. Спасибо. Ты слышишь меня? Do you hear me? У меня вчера, короче, нервы сдали. Меня понесло на Катю. Я говорю, шлюха там, по-всякому. И начала за нее заступаться Наде Скороходова. Я сказал только одну фамилию. И понеслось, поехали. Я говорю, а где Чуев? И все. Ее накрыло, как всегда, в слезы. Миша там что-то. Миша пытался что-нибудь, вот он вообще не может заходить. Он? Он ничего. Он такой, что ты можешь сказать? Что ты можешь сказать? Я говорю, а что я говорю? Я говорю, почему я вообще общаюсь с своей девушкой? Давай я с тобой вопрос решу. Давай поговорим. Я не хочу общаться с женщинами уже. Костя этот тоже за Катю вступается. Я говорю, что ты хочешь? Я говорю, давай оденем перчатки и все ответим. Как мужчины разберутся. Короче, никто не хочет взять перчатки. Все могут только вякать. Я ему говорю, ты мусорок конченый. Я говорю, молчи. В общем, Карин, я хочу отомстить. Кто-то, вот это женское голосование должно быть что-то, либо Кати, либо Надина. Три здоровых мужлана орут на девочку, на маленькую, на худенькую Черкасов. Позволяет себе офицер, позволяет себе, как ни мужчина, недостойно себя вести, унижать ее словами всякими разными паршивыми в ее адрес втроем. Три здоровых. И говорят, что мы тут крутые, мы тут всех гнобим. Понимаешь? После этого, когда девочку слабенько, я начинаю на Черкасова орать. Ты, говорю, не мужик, нельзя так себя вести. Говорю, нельзя девушку скраблять. Он начинает на меня орать. Что-то ты, по-моему, некрасиво вот в этой ситуации выглядишь. Тебя кто-то спрашивает? Меня? Я высказываю свое мнение. Ты рот твой закрой. Ты что, Баба? А где Чуев? А она сейчас меня трогает. Ты что, блин? А ты думаешь? Ты что, ты меня хватаешь? Я тебя трудно. Что ты меня хватаешь? Давай. Спокойся. Не знаю, ты что вы кричите. Да, потому что это человек... Я его власть, а не тронула, он мне за руки схватил офицер. Ты позорище, а не офицер. Понял? Позорище. А что ты за нервничала? А что ты за нервничала? Ты как ты? На, Денька, успокойся. Вы посмотрите на себя со стороны, как вы выглядите. Сторенька, я себя веду так, как мне хочется... Да не оскорбляй ты девушек. А я... Подожди, а предавать нас это нормально? Предавать нормально. Все люди предают друг другу. Да, очень здорово. Это люди так проверяются. И твоя девушка тебя тоже себя показала. Я видел. Куда она тебе нервы потрепала? И что она тебя чуть ли не подставила, что она тебя чуть ли за собой не потащила. Ну и что? Да, и что она тебя вчера на голосование тоже поставила. Она тебя показала. Да, я согласен с этим. Ты ее обозвал как-то, оскорбил? Уродина, коза, там, я не знаю, подлая, предательница. Секс은 там не плохая. А никакая у тебя фигура. Что, не сказал я ей такое? Почему другим ты можешь это говорить? То ли, потому что это личный, это моя личная жизнь, которую я разбираю с личным, с тем человеком, с кем я прожил 7 месяцев, называя ее любимой, которая меня называла любимым тоже. Я сейчас говорю не про Надю, я сейчас говорю. А про какую? Я сейчас говорю про Скороходову. Так Скороходова, которая на всю страну изменила своему парню, который с рогато вот так вот ходил и говорил, а ну и что, я ей тоже сменял там за периметром. Ну говорите по факту. Так, а я бы по факту говорил. А зачем лезть в больную, когда вот это вот похоже лезть? Подожди, если, к примеру, для меня есть несколько святых вещей. Я, короче, о чем говорю, вот для меня тоже есть несколько святых вещей, и одно мое святое место, это дом 2. Сейчас я смотрю на дом 2 со стороны, иногда ты тоже смотришь, да, выезжаешь, у тебя волосы дымом становятся. Не становятся. Ребята, не становятся, да, так пошленько, так уродливо, мы себя ведем, давайте как-то поумнее, погибче, и потолерантнее, давайте показывать, что такое мужчина, и что такое женщина. Давайте, давайте, пусть женщина показывает, что они женщины. Опять пусть женщина показывает. Пока вас не связывают дети, доверять нечего. Это сплошной секс. Пока нет детей, это просто порнография. Не более того, просто секс. Он на коне, Саша на тебя опять зол, он, получается, своей цели добивается. Ты, лошара, ты можешь только на девушек обзываться. Я сама жду твоего старта заколбасить, а он меня не может. Так, ну что, я так смотрю, что вы тут бездельничаете, работой вы не занимаетесь, и своих домочадцев, которые живут с вами, забирать от нас тоже не хотите. Поэтому сегодня мы все будем активненько работать. Вот Надя Говозова-Ермакова очень правильно взяла уже валик. Берем валики, есть краска. Начинаем красить. Кому не хватает валиков, берем мусор и выносим в этот, как его, в мусорку, да, в бочок. Все, давай. И еще мне сказали, что вчера вы красили и не макали валики в краску, для того, чтобы ничего не делать. Поэтому сегодня мы макаем и все делаем. А я вообще закуталась, Оксана. Я вижу. Все, чего я так боялась больше всего, все так и получилось. То, что я действительно боялась, что Гена относится ко мне со мной только из-за секса. Так оно и случилось. И он еще всем публично об этом и кричал. В смысле публично кричал? Вчера? Да. После лобного места, когда я сделала так, да, то есть мне Надя сразу предупредила, Катя, будут такие истерики, будут такие эмоции, что ты будешь в шоке. Так и получилось. После всего этого Гена встал, начал говорить, ты ничтожество, ты никто, я тебя там, вот так вот. В тот момент мне хотелось вообще сбежать оттуда. Блин, я туда приехала, не стала ничего говорить. То есть реально мне человек симпатичен и как бы надеялась на то, что он приедет и как-то поведет себя по-культурному. А он начал меня только гноить и съедать здесь поведом. Вот, на самом деле, нам, как нас так учили, зеленый, светло-голубой, такие цвета. Резкий – это красный, раздражительный цвет. Синий тоже влияет на психику. Так какого ты хочешь? Ну, я бы парням светло-голубенький или зеленоватый. Такой. Настя, покажи мне клеща одного. Ложи их много. У меня, смотри, аэрозоль от клещей. Не надо. Степа, что ты делаешь? Ты одеваешь ее? Да. Ммм. В халатике? Слушай, Кать, ну, хотелось бы понять, что вот у тебя здесь происходит. Ты здесь недавно, с Геной у тебя уже такие бурные развития отношений. Вы уехали в город, как пара, и что же? Когда мы приехали в город, приехали к старичкам. Там все шло гораздо дальше в наших отношениях. Ну, сама понимаешь. И на следующий день человек просто остыл ко мне. Он не подходил, ничего. То есть девушка чувствует, правильно, что что-то не то. То есть получается, что он как бы воспользовался тобой, и на следующий день тебя практически игнорируют? Мне показалось так, в тот момент, понимаешь. И к вечеру я решилась с мыслью, что соберу вещи завтра и приеду сюда. То есть это так резко прямо произошло? Вот у вас были какие-то интимные отношения, и на следующий день он как-то так... Холодно. Обычно как? Мужчина просыпается, да, там все любимое, красивое, дорогое, все замечательно, да? А тут такого не было. То есть все заметили. Он носился с комнаты в комнату, к друзей, к друзьям, а ко мне особого внимания не было. А почему же он стал еще, помимо всего прочего, так агрессивно к тебе относиться? Оскорблять тебя, унижать? Ну, потому что когда в тот момент я сильно разочаровалась во всем, то есть в отношениях, можно так сказать, были даже порывы уйти из проекта, понимаешь? На что человек мне ответил, да, тебе будет лучше уйти из проекта, так ты будешь выглядеть гораздо лучше, понимаешь? Ну, Дюша, ну что, я знаю, что вчера вы с Сашей очень сильно поругались. Да. Опять-таки из-за его лучшего друга Андрея. Как всегда. Из-за началось из-за голосования. Я выпросила иммунитет для Андрея, то есть мы знаем, просто нужно было этой ситуации поставить его на место, когда ты видишь, что... Ты была уверена в том, что у Андрея будут иммунитеты? Да, я сходила к ведущему и выпросила у Ксюхи Собчак, который предназначался иммунитет Рустаму, он пошел к Андрею. Вот, и хотелось поставить Андрюху на место, чтобы он не выпьячил, что вот он тут такой крутой, вот тут против него максимум два голоса, как он говорит, да у нас кишки не хватит, там типа проголосовать против меня. Ну вот в итоге во что это вылилось. Насколько я знаю, ты лишь предупредила ведущих, ограничить, что Андрея будет или не будет, иммунитет не было, поэтому он мог вчера и уйти. Я бы, честно, особо не расстроилась бы, если бы он ушел, потому что я не прощаю таких вещей, если он думал, что, как все спрашивают сейчас... Ну а как же они же, он же все-таки друг Саши. А как же он голосовал против меня, как же он пришел разбить нашу пару? Ну вот Саша сегодня сказал, что ты и первая проголосовала против Андрея. Как я не приходила с целью, когда Андрей пришел на пару, у него цель была разбить нашу пару, потому что я не подхожу к Саше, это не цель. Мы могли бы конфликтовать, но ты первая проголосовала, он ответил тебе. Потому что смотри, опять он на коне, Саша на тебя опять зол, он, получается, своей цели добивается. Так в итоге... Вы конфликтуете из-за него, и он вроде бы как во главе, потому что Саша опять слушает его. Я не думаю, что он на коне, потому что вчера 11 голосов против Андрея, я бы на месте Андрея задумалась бы, почему пол конец. Нет, ну может быть, это да, может быть, это да. А Андрей, в свою очередь, у него главная цель, как бы, о том, чтобы вы расстались. И он так получается, что сейчас он выигрывает. Так просто я знаю Сашину, как бы, Сашину реакцию, знаю его все возможные ходы и поведение, и сейчас подходить к нему, разговаривать, я понимаю, что Саша зол. Сейчас пару дней успокоится, трясется, и все будет. Ну, думаю, что все, ты уверена, что Саша опять тебя простит, что все будет хорошо. Да, Саша, просто вы, ты не знаешь же всей ситуации, как произошло? Я знаю, я жил здесь. Нет, как произошло, вот вчера, почему я расстался. Я же видел два месяца, как что происходило, мне надо рассказать, все в чем. Да, дело не в этом, дело в том, что, ну, мы с ней вместе там заговор какой-то устраивали, да, там, ну, то есть вместе вот план какой-то составили, да, и она не то, что там пошла, мои карты раскрыла, а она за моей спиной встречный заговор собирала против меня. Она знала, что если, к примеру, она там что-то будет мутить и уйдет, ну, у него не будет иммунитета, что я уйду вместо него на зло ей. И получается, вот, ну, и она вчера вот, и в налобном месте я вот так сижу и в шоке, когда мы договорились вместе, что все, вот идем вот вместе вот так вот, вот так вот, и она мне ничего не сказала, она за моей спиной собрала встречный заговор. Я поэтому и говорю, женщинам доверять нельзя никуда. Я согласна. Да вообще, я согласна. Разве что она добила тебе ребенка. Только тогда она заслуживает уважение, не уважение, а доверие. Уважение все заслуживает. Смотри, вот ты мне теперь как, скажи мне. Пока вас не связывают дети, доверять нечего. Это сплошной секс. Пока нет детей, это просто порнография. Не более того. Просто секс. Тебе самой вот сейчас не трудно, что так получилось? Трудно, но я не думала, что так получится, но я не жалею. Просто ты уверена в том, что Саша любит? Просто мне кажется, ты глава. Я не уверена, что Саша любит и что у нас сейчас будет с ним. Если это любовь, она пройдет все трудности. Если это, значит, если важнее дружба, значит, дружба будет важнее. А когда он пришел с целью разбить пару, нормальный друг? Так смотри, получается, что Андрей в игрушенной ситуации. Так Андрей, ради бога, я ему еще придумываю. Да нет, зачем ты сейчас его трогаешь? Ты все трогаешь, трогаешь, трогаешь его. Получается, Андрей, из-за Андрея вы и разошлись, в принципе. Что для Саши это очень обидно. Я делаю вас вообще сейчас не хочу касаться. Я просто смотрю на шаги вперед. Что ты, в принципе, сделала бартер с теми людьми, которые голосуют против тебя. И, в принципе, сейчас общаешься с ними там. И не исключаю, что так же на женском, Нарь, что так же на женском, а не перечеркнуть тебя. Пускай перечеркивают. А что тебе сильнее, дружба или любовь? Для меня сильнее любовь, Настенька. Но для меня я ненавижу очень сильно три вещи. Это воровство, обман и предательство. Ну вот а почему твой друг вот стал у вас так посередине ваших отношений, все-таки получилось так, как он хотел. Что вы расстались, что вы сейчас в нём есть. Он так, может быть, и хотел, может быть, и хотел. Получается, что дружба для тебя важнее. Нет, нет. Причем, я тебе еще раз объясняю. Если бы, к примеру, Надя вчера бы подошла ко мне и сказала, знаешь, что, к примеру, там у Андрея 90% иммунитет, и я хочу такую интригу, да, у меня была бы негативная реакция, но я бы не стал ее карты раскрывать. Пускай она бы сделала. Сам факт, что она шла вместе со мной, вместе со мной, она защищала. То есть тебя обидело даже не то, что она проголосовала, а то, что не сказала тебе. Конечно. Ты представь, вот просто ситуацию. Так а чем это все равно, получи, сказала, не сказала, какая разница. Главное, что результат был один. Правда, оставала. Настя, Настя, она шла вместе со мной, моя половинка. Хорошо. Я даже вчера в билетейке не заберу. А как ты думаешь, как бы отреагировал твой друг Андрей, если бы Надя, к примеру, тебе бы сказала, что такая интрига? Я поговорил с ним вчера. Он говорит, была бы негативная реакция, не было бы такой злости, не было бы обиды. На тебя какая реакция? Я думаю, он бы нормально отреагировал. Потому что была ситуация, когда, к примеру, он голосовал два круга против Надя, когда потом реально уже под угрозу встала Надя, он не стал голосовать. А скажи, пожалуйста, кто тебя еще вчера больше удивил? Катя. Знаете, вот эта ситуация, которую мы с тобой сделали, я, мне кажется, очень сильно пожалела об этом. Нет. Потому что я могла бы иметь поддержку со стороны вот этих лиц, которые были. Андрея и Саша, это не так много, это два голоса всего. Не так много было. Просто там и Гена голосовать не будет против тебя. Это я тебе говорю. Гена никогда не голосовала ни против одной своей бывшей. Даже не против той, к которой к нему приходили, с которой не было никаких отношений. Гена голосовать не будет. Карина, не умничай, пожалуйста. Я теперь у тебя дома. Ты мне у меня дома, тыкаешь. Включи мне холодильник, включи мне плиту. Я теперь у тебя дома. Включите, пожалуйста, а то у вас тут новая предельная появилась. Я не знаю, как пользоваться. Тебе вот эту комфорку, Лютото? Вот эту мне комфорку надо. Вот эту. Я пельмешки с вами козь варю. Вот смотри на будущее. Угу. Вот. Видишь? Вот очень просто. Вот это сюда, да? Вообще, да. Понятно. Ты тут частенько готовишь-то? Нет. Нет? На плиту эту знаю. Так а надо бы готовить-то? Надо бы. Конечно, то, что девочки яркие, хоть бы как Варвина он, только на готовке жила на борьбе. Чтоб меня и не научить. Чтоб тебе Семенушка иммунитет давал. И только же мы тебе будем давать. Ну да. Ну. Надо готовить, да? Конечно. Проявлять себя как-то. Конечно. Нет любви буду готовить. М? Нет любви буду готовить. Буду учиться готовить. Я даже вижу, что человек сильнее меня. Вот с Кариной. Она как бы маленькая сама по себе, да? Она очень мощная. То есть она такая, она валять может, как бы мало не покажется. То есть, ну, сама понимаешь, по ней видно все равно, скажи. Вот, даже там Радуга приходила, говорит, ну, говорит, с Каринкой не знаю, если кто и выстоит, то Алену только била усы так, как бы, если напряжется сильно, и то, ну, как бы, неизвестно еще точно или нет. Как бы, и мне без разницы было. Когда Карина швыряла в меня бутылки, когда она кидалась на меня, я кидалась на нее в ответку. И я знала, что даже если я получу, понимаешь, но я ей все равно дам тоже конкретно. То есть, если даже она мне врежет, то я ей врежу тоже мало не покажется. То есть я всегда, даже если, как бы, всегда, самое главное, стоять за себя. Так, Карина, в дом никого не приглашать. Перемыть зеркала и вещи забрать, чтобы постеревать. Мальчишка, что-то зоднякая женщина. Отсула, не надо же. Ну, давай. Ой, пришли провожать, что ли? Эй, Алла, мэн, вы таки. Так, правда, что мы уезжаем. Пока. Давай, ты давай, не у меня тоже. Все, пока, 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 пока. Живите дружно, не деритесь, умоляю вас. Пока. Единственное, что я хочу сказать, ребят, будьте яркими, не надо свою яркость и шоу проявлять за счет своих любимых людей, за счет своих дорогих людей, вот и все. Это ты покамень в мой огород. Это, представляете, это, вот, знаешь, меня тогда будет оправдывать то, что если я, к примеру, заговор соберу против Нади и скажу, Наденька, да я проявлял свою яркость. Ну что, ты что, обижена на то, что я свою яркость проявлял? Мне не важно было проявить я, мне важно было вот этого, человека поставить на место, ткнуть его пальцем. Обставила же, стой, стой. И бросить в него выше 100 глаз. А получилось, ребят, знаете как, что Андрей пришел с целью разбить нашу пару, ты его ткнула, грубо говоря, носом в полет, а он остался на высоте. На какой высоте? Да на такой высоте, не смеши меня. Подожди. Мужчина не ведет себя. Послушай, я сейчас с Надень, я сейчас с Надень. Я сейчас, подожди, я сейчас с Надень. А где Чуев? А где? Так, давайте, как у Нусова, типа, мой, так и сидишь. Я у Розова спрашивал, как Чуев там. Там же тебе переломаные пальцы. Дайте мне диск в микроскоп, я разгляжу, где там мужчина. Мужчины здесь нет. А где Чуев? Вот на этом месте сидит не мужчина. А это ты Чуев стала? Тебе нужен Чуев, ищи его сам. Я забыл. А ты что здесь можешь? Ты поднимаешь руки на девушек. Я на тебя поднимал руку. Ты на меня опускал руку, а не поднимал. Ты схватил меня за руку. Скольно было? Это было вчера. Да, мне было очень больно, и у меня солнце кровопотек. Покажи. И я его показывала тебе, я не хочу его показывать, а ребятам я его показывала. И он у меня есть. А почему же твой мужчина не пришел и мне не сделал больно? А потому что я его не попросила. Я его не попросила. А потому что у тебя лошара, позор мне, что сделаешь? Да лошара это ты. Ты лошара, ты можешь только на девушек обзываться. Я сам могу твоего парня заколбасить, а он меня не может. Тормально. Мика! На самом деле я просто считаю то, что Оле не стоит быть с Андреем. Бойся, облысеешь скоро. Дорогая, я к вашей порче готова. Посмотрю, как я сегодня облачилась даже. Смысла нет, мне оставаться мне тяжело тут, понимаешь? На ловца и зверь бежит. Тут Андрей орал, где же Миша? Я просто разговариваю, что он говорит о Ланича. Что, что? Что орал? Ты обещал, что он меня будет игнорировать. Наденька, а почему ты его не игнорируешь? Ты вчера мне сказал, что ты не будешь с этим человеком разговаривать. Не знаю. Так тебя не было. Он говорит, где тот мужчина, Юшеб? Я вот говорю, он не женщина. А я начал этот разговор, Леонард. Что ты? Да ладно. Понял, типа, курим лучше. Андрей-то особо себя мужчина такого не представляет, чтобы разговаривать. Я предлагаю тебе при всех спарринг. Согласен? Конечно, Андрей. Хорошо. Да вообще, это сейчас. Прямо сейчас. А проекте не дерутся, когда спарринг? Это спарринг, это не проект. Развис генописы. Конечно, это спаррингуется, ребята. В этом ничего такого нет. Да с чего будет мне вообще руки марать? Миш, там не могу руки марать. Я против. А я за, а я буду вас рыкать. А что там такое? Пожди, там одеваться, капы, все, там эти наколенники, перчатки. Надюхин! Ермаков! Я придумал, где Андрей? Где? В мужской спальне, где мы красим. А, давай. А там краска не воняет? Да не воняет, нормально. Перчатки, ну, ничего страшного, не переживай. Да я не переживаю. Просто Андрей, если думает, что он докажет этим спаррингом, что он мужчина, вообще, я тебе говорю, Андрей же предложил, он думает, что он докажет, что он мужчина этим спаррингом? Не докажет. Своё мнение о себе он уже не изменит. Мужчина, который позволяет себе обзывать девушку, оскорблять ее словами. Дай мне сигарету. Да ничего там такого нет, в смысле, Гена с Баритошей тоже, они же не бьют, не идут этими. Да я тебе не про это, я тебе говорю. Не одевают, нормально, пускай спаррингуется. Саша, я тебе говорю про то, что Андрей одевает перчатки и думает, что он докажет им, что он мужчина, что ли? Да ну, ничего не дадут, дам мне зажигалку. Он уже этим ничего не докажет. Ничего не докажет, но им хочется друг с другом спарринговаться. Ничего там такого нет, еще вы это. Миш, может не надо? Пожалуйста, подумай хорошенько, ты же у нас умный. Так, а что тут думать-то? Тут ничего страшного не произойдет, понимаешь? Это перчатки все равно. Это ж не убийство друг друга. Лучше в женской, потому что там откраску можете обляпаться. А где зажигалка? Есть зажигалка? Поджигай нам с Рафаэлем. Чья кепка? Нам надо все, ритуал сделать нормальный. Э, это чьи подгузники? Давай. С ритуальчиком, все как полагается. Слушайте, я считаю, что это бессмысленный бой. Мы тебя сами можем наказать, а то, что ты нас обидел. Ты, Наташа, ты с вами бессмотурными идеями, иди по кацу туда все вставь. Куда? Мы подрались, мы подрались, мы подрались. Да что они дерутся, что ли? Ногами пихаются, ножи здесь достали. Они каждый день с Геной спарингуются, с Геной с этим с Баритоши. Геной занимается. А Баритоша занимался. И все, у нас слабые нервы против покинуться. Вот, вот она, наша рефери. Тихо, против покинуть помещение. Все, итак, все, пока Ксюша здесь все. Встречаем, встречаем в синем углу чемпион России по боям без правил, 32 победы, 29 из них нокаутов, Михаил Пудыров. Встречаем в красном углу чемпион воздушно-десантный хвост по рукопашному бою, 82 победы, 80 из них нокаутов, Андрей Черкасов. Андрей, боксируй техникой. Мишка, 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 Мишка! Мишка! Еще 45 секунд. Мне кажется, я почку ксения на кайфон, у вас слабый нервы. Мишка! 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 Замвест, замвест надо убрать. Мишка, Мишка! 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 Андрея, держи! Мишка! Мишка, ты молодец. Ну давайте все, ребят, хватит уже. Ну подрали всего. Ну не надо какие-то три минуты, реально. Все, давайте заканчивать. Ну что, давайте. Все, давайте. Я предлагаю продолжить на новом месте. Ну что это за петушинные бои? Все, Миш, хватит. Не, не, не надо вот эту вот историю. Все, на новом месте продолжим. Молодец. Зато Мишка не подготовлена. Молодец, достойно отстоялся делать. Короче, Катюша, наверное, хочу уйти с проекта. Так получилось, что я запуталась сама в себе. Запуталась. Мы здесь коалиции. Они одни на них, другие на других. В общем, короче, я тут, получается, у них шестерка. Тут меня... Вообще, получается, так что я там. Да, Катя, послушай меня. Смысла нет мне оставаться. Мне тяжело тут, понимаешь? Катя, ну если тебе не нравится, не хочется, конечно, уходи. Нормально бы ты мне, Катя. Досматривать серии эти будете, увидите. Я приеду, вам все расскажу. Все расскажу, как было. Катя, ты успокойся, пожалуйста. Главное, девчонки, вы меня поддержите. Не могу. Катя, ты заколебала наворачивать. Я уже не могу, блин. Я уже не знаю, как тебя успокоить. Хватит наворачивать. Все нормально. Мы тебе сразу все сказали, что все нормально. Все. Все, главное, все нормально. Готовьте, как по моему приезду. Катя, хороший кураж. Ну что, Андрюш, объясни, что тут происходит? Что за бои без правил? Что вообще за потасовки какие-то? Объясни. Дело в том, что вчера у меня была словесная перепалка с Катей по поводу того, что она непорядочная себя повела. И в эту потасовку вмешалась Надя Скороходова. Но вмешалась не совсем хорошим образом. Надя на меня подскочила. И уже на очень горьком обо том, что девушки у нас тут раздают пощечину, ребята. Я уже считаю, что нужно просто девушке держать руки. Я держал ей руки. Тебе что, кто-то здесь дал пощечину? Наташа Варина три раза мне давала пощечину. И колено впах пила. Но это не имеет значения. И я объяснил Наде, что говорю, Надя, давай так. Я с тобой больше в словесной перепалку, поскольку ты девушка, а я мужчина, не буду. Я буду разговаривать с твоим мужчиной. И я считаю, что я решаю вопрос с Мишей. К сожалению, вы мне не дали его решить до конца. В любом случае, я считаю, что драться с Мишей, который неподготовленный, не был в армии, и, естественно, уступает тебе по многим позициям, это не очень правда. Следить за своим языком и думать, потому что мы, смотри, мы реалити-шоу, мы срезы общества. Там, за периметром, люди, когда друг друга оскорбляют, они должны быть готовы к тому, что на них будет за это физическое воздействие. Нужно следить за своим языком. Следить за Мишей и Надей. Не отличается тем, что следят за своим языком. Я горжусь своим мужчиной. Как прекрасно, когда любимый человек может постоять за твою честь и даже подраться. А пока встречайте, Ксения Собчак. Я бы, конечно, эту подводку по-другому прочитала. Как хорошо, что Михаил наконец-таки дерется не со мной, а с мальчиками. Ну, действительно, прежде чем обсудить вот эти ваши петушиные бои, давайте все-таки запустим девочек, которые, несмотря на ваши драки и склоки, до сих пор хотят встречаться с нашими мальчиками. Это уже само по себе удивительно. Давайте их встретим. Девчонки! Всем привет. Добрый вечер. Девочки, у вас все-таки приходят. Ой, как хорошо. Такие две девушки у нас прекрасно. Да, сюда. Не, не, не. И сюда. Итак, ну давайте девчонки знакомим. К кому вы пришли, девушка? Спасибо. Я пришла, кроме. Кроме. Какая у вас прям внешность интересная. Да. Кого-то вы мне напоминаете. Олю. Нагибалу. Олю. Я ее сестра. Да ладно, серьезно. Это родная сестра? Да. Да. Вы решили как сестры Ольга и Аня Бузова выступить в паре. А почему к Роману? Может быть Андрей, вот симпатичный парень. Андрей занят. Нет. Остановиться на выборе своей старшей сестры. Андрей занят. Нет, на самом деле я просто считаю то, что Оле не стоит быть с Андреем. Честно. Потому что... Потому что я считаю Олю, он тебе не пара. Потому что, во-первых, он не прошел проверку, которую честно я устроила. Вот тебе, Олечка, и поддержка сестры. Это была моя подруга. Вот. И мы устроили проверку. Так что я считаю, что он не прошел. Так, так, так. Телефонами обменивали. Давайте, подыгрывай. А, поцелуешь? Да. Ну, насколько я знаю, Андрей только дал номер телефона девушке. Он с ней не встречался. Это уже что-то... Фундамент для измены, Ксюшенька. Конечно. Оля, как тебе такое заявление собственной сестры? Нет, если бы кто-нибудь другой сказал, я бы поняла. Ну, когда Рита говорит, проверку не прошел. Как-то это глупенько. Почему? Что ты имеешь в виду? Когда Рита говорит? Ну, то, что Рита сама такой человек, который никогда в жизни не пройдет ни одну проверку. Говорит сейчас. Слушай, хорошая вы обменялись любезно с ними. Ну, приведи конкретный пример. Мне интересно. Да нет конкретных примеров. Просто я не знаю, я не помню, чтобы у Риты был когда-нибудь вот один молодой человек, которому она никогда не изменяла. Такого не было. Рома. Ага. Да, Ромка, готовься. Просто у меня еще не было такого молодого человека, который был достойным. То есть ты всегда изменяешь своим молодым людям? Нет, дело в том, что они не до конца были такими, которые мне подходят. Слушай, человек всегда найдет оправдание своим грешкам. Знаешь, не такие были, это просто ситуация сложилась. Факт остается фактом. Ты у нас, девушка, гулящая, не верно. Ну, если найдешь такой молодой человек, который сумеет меня держать. То есть ты думаешь, что Роман это такой молодой человек? Ну, я надеюсь. Ну, хорошо. Ладно, у нас, кстати, это презент. О, с подарочком. Еще один лес. Блеменочек. Спасибо, спасибо, Рита. Можно я свою очередь скажу? Можно было сразу барашка с рожками подарить. У меня есть еще много галстуков как раз. Я был... Подарили желтый. На самом деле, на самом деле, я не ожидал, что ты придешь сегодня, потому что мы с тобой разговаривали, и как вот ребята говорили, все это дело должно было случиться на следующем, через неделю. Да. Вот, но тем не менее, я очень приятно удивлен, и я очень рад, что ты пришла ко мне, и я хочу строить с тобой отношения. О, давайте. И ты не боишься измен, объявите себя парень. Не боишься измен, потому что с Ритой мы уже общались, вот, и я понял, что действительно она очень хорошая девушка, и я хочу с ней строить отношения. Ну ты и с Олей, ее сестрой, общалась. Те, в принципе, все равно, с кем общались. Мы похожи просто. В любом случае, Рита и Ольга сестры... Все равно с кем. Да, хорошая позиция. Я не знаю. А вы пришли к нам, к кому? Вы в таком прям платке у нас, сережки золотые. Ну, цыганка, ну что вы хотите? Цыгане любят кольца, а кольца золотые. Ну, к кому пришли? Я приехала к Рафаэлю. К Рафаэлю? Да. А умеете гадать на руке? На руке нет, на карте хочу. Серьезно? Серьезно. То есть вы, наверное, погадали себе вечерком при свечечке? Да не я погадала, бабушка погадала. Если бы я погадала, бы не верила. И выпал все один к одному Андрюха, да? Показала, да, нет, показала. Говорю, чем тут Андрюха? Ну, я просто с вами о нем думаю. Рафаэль, да? Выпал Рафаэль. А ты знаешь, что у Рафаэля есть... Есть черновая дама. Бубновая пока, она не замужняя, поэтому, по-моему, бубновая, да? А, ну, значит, червовая. Бубновая не замужняя, дорогая. Да нет. Червовая? Ты знаешь, как ты меня будешь учить? Я тебя буду учить? Ну, нужно, а ты мне больно учить себя. Вот, а ты меня. У Рафаэля глаза загорели, женщины в его ладошки просто из всех уголков страны льются. Ну, это не препятствия, я рада. Это я рада. Ну, он-то подкаблучник, нужен тебе такой, он в таборник пойдет. Он подкаблучник, он подкаблучник. Не надо так категорично. Подожди, но... Я был в твоей школе. Ну, подожди, ну, а нужен тебе такой мужчина, которым вот будет другая женщина управлять? Если бы не нужен был, я бы добивалась этого. То есть ты хочешь, чтобы он теперь был не под ее каблуком, а под твоим? Нет, под каблуком не надо. Но он уже под ее каблуком. Тебе надо теперь его как-то вызволять оттуда. Поэтому я и приехала сюда. А, ну, у тебя, ты понимаешь, главный соперник это не Рафаэль и его там чувства, а вот девушка рядом с ним. Она там всем заправляет. То есть что, будем порчу на нее наводить? Бойся, облысеешь скоро. Дорогая, я к вашей порче готова. Посмотрю, как я сегодня облачилась даже. Черепаска, это ничего не помогает. Посмотрим. А это ночью уйдет все. В общем, я чувствую, завтра ты начнешь активно-лысеть у нас, знаешь. Молодец, Ульяна как знала. Ну, хорошо, вот у нас две такие замечательные девушки. Цыганка и сестра. Сестра и цыганка. А цыганку как зовут? Рада меня зовут, мне 25 лет. Рада, мы тебе рады. И особенно тебе рада девушка Рафаэля, я думаю. Ну что ж, Рафаэля, судьбы не уйдешь. Эти две прекрасные девушки останутся с нами до завтра, так как сегодня они приехали очень поздно, чтобы вы успели их хорошо узнать. И завтра мы решим, кто же у нас останется. А мы увидимся с вами сразу после рекламы. Если вижу, что конфликты будут, то первая, кто будет на колледженском голосовании, так это будешь ты. То есть, если я на другую ду, то вместе с тобой. Да. Андрей, ты о чем сейчас говоришь? Это девушка твоего друга. Я так смотрю на меня, прям Андрей посмотрел, как это. Да, ты не думай, на самом деле. Как на врага народа, номер один. В любом случае. Нет, я на самом деле считаю, что, знаешь, ну конечно проверку не прошел. Ты проверку, знаешь, это все сказал, что он номер ждал. Конечно, это Оле видно, что он понравился, но знаешь, потому что ты даже посмотрев на то, что он за Бузовой бегал, а потом за Олей, и просто понимаешь, два разных человека, вот Оля Бузова и моя Оля. То, что блондинка, даже такая тоненькая вся, маленькая, и Оля. Ну да. Да, что это два разных человека, и, конечно, и даже по общению, и по характеру они разные. Как это уже, значит, не то. Ну что, я прям не ожидал, на самом деле, я бы знал, я бы себя в порядок привел. Я такой сегодня сонный, в общем, да? Спасибо. Ну ты вообще шикарно выглядишь. Спасибо. Яркий приход был Риты, в отличие вот от Рады. Рада как-то немножечко на ее фоне стухла. А Рада вообще где там? Ну ничего, Рада что-то. Рита говорит, вещи не буду разбирать, а то, может, завтра я уйду. Кто, говорит? Рита. Такая, говорю, Рита, замолчи. Но зато Риточку уже заставила посуду помыть. Не, а как остальные-то? Хорошо, критерность. Мальчики же будут голосовать так. Я поддержу, Рома поддержит. Да все поддержат. Все поддерживают, Рита. Ну, может, кто-то ради там это поддержит, конечно, рад. Посмотрим, что будет завтра. А что может быть завтра? Уйду. Как уйдешь? Ну, как. Выберут ее. Нет, слушай, не волнуйся, я правда тебе говорю, я постараюсь, я приложу. Я и постараюсь. Или на самом деле, нет, правда тебе говорю, чтобы ты здесь осталась. Знаешь, где я могу смело что сказать? Если выберут другую девушку, тебя не оставят, я уйду с проекта. Правда? Во. Я тебе обещаю, чтобы у меня была возможность, если ты уйдешь с проекта, я хочу, чтобы у нас с тобой были отношения, ну, допустим, попытки я буду делать за проектом. Чтобы с тобой общаться. Я тебе правду говорю. То есть, если я завтра уйду, то вместе с тобой. Да. Мне это устраивает. Здорово. А вот смотри, прежде чем начать какие-то отношения, у человека, у мужчины и женщины должны быть какое-то обоюдное, какое-то физическое хотя бы влечение, да? Вот у меня его нет. Честно тебе говорю. Так не обижайся, ну, так вот. Ну, честно говоря, вот мне будет жаль, если ты уйдешь, на самом деле. Я хочу, чтобы ты осталась. Ну, что ты такая вот девушка упорная. Жалеть не надо. Ну, я тебя не жалею, потому что ты не ушла, поэтому надо сделать так, чтобы ты осталась. Я думаю, ты хочешь остаться здесь. Я хочу остаться, но я... Понимаешь, я не отступлюсь. Расскажи мне вообще, когда на лобном месте она начала такую заяву говорить, что я к Рафаэлю. Какие у меня были чувства? Ну, это было предсказуемо. Я примерно ожидала, что когда-нибудь это наступит. Вот. Я ему препятствовать ни в чем не собираюсь. Если он захочет, то пусть остается с ней. Я не хочу сказать, что человек мне недорог, я его люблю, все, но я думаю, что нет. Ну, по нему видно, что как-то на Раду параллельно. Вообще просто. Тебе совет, как бы, если ты останешься здесь, да, не ругаться, не конфликтовать, плохими словами не обстоятельствоваться с Ульяной. Если я увижу или услышу такие разговоры и плохое отношение... Посмотрим, как, извини, что я тебя перебила сейчас, потому что, как она себя будет вести. Она видит себя абсолютно нейтрально. Вот я вижу, от тебя идет негатив. Нет, неправильно. Она сидит, потому что я когда зашла, я с тобой, да, как бы... Просто ведущая ей задала вопрос, она отвечала. Вот, а что там, дешевка, какая разница? Я что, не все равно, как я одета, там, что я могла вообще в трусах варить? Что дешевка там какая-то? Я, как бы, ей скажу тоже на эту тему, чтобы вот таких вот, как бы, конфликтов не было. Ну, я думаю, она не поймет. Ну, и тебе тоже говорю, чтобы, как бы, на будущее. Потому что, если вижу, что конфликты будут, то... Первый, кто будет на женском голосовании, так это будешь ты. Я чуть-чуть хочу, чтобы мы этот удар на женском голосовании нанесли по Наде Ермаковой. Нет, Андрей, такого не будет. Оля, это нужно, чтобы тебя спасти и Риту. Андрей, ты о чем сейчас говоришь? Это девушка твоего друга. Они расстались. Он проедет в среду на Кастинг. Ну, Андрей, ну ты прекрасно понимаешь, что они будут вместе, они любят друг друга. Он ее любит, он переживает. Она его не любит. Тебе нужен друг? Она тоже его любит. Как-никак, это их отношение, не надо вмешиваться. Я не вмешиваюсь. Андрей, это неправильная позиция. Гена, Рустам, что Гена, Рустам? Гена, Рустам, я, ты, Рита, Рома, уже будут голоса против Нади. Я не буду голосовать против Нади. Ты будешь голосовать против Риты? Я не буду голосовать против Риты. Слишком много кандидатур, которые мне действительно... Ну, не слишком много, против которых я могу голосовать, и мне рука не дрогнет. Че? Скажи. Говори. Я сейчас так скажу. Когда мы сюда пришли, нам сказали, что если кто-нибудь к нам придет, то тра-та-та, и т.д. и т.п. Я сейчас, как ты мне сказал, чтобы за мной за костикой наблюдать, я сейчас буду тоже наблюдать с тобой. Сейчас я для себя уже кое-что уснила, я кое-что вижу. Паранойю это не назову. Что ты для себя уяснила? Да, ничего, надо, значит, нечто. Вот. И как бы... Я от тебя ни в коем случае не отказываюсь. Но и... Ты, короче, делай, как сам знаешь, как хочешь, все. Что-то я смотрю, ты какие-то там выводы делаешь такие неплохие. Да, я делаю выводы. Какие плохие? Я вообще, по-моему, играли в игру. Как говорится, что не делается, все к лучшему. Погнали. Мне ж не хватает, так сказать, его женского коллектива. И погнали наши дворовых. Женский коллектив-то необходим. Как из-за того, Лена, как передумала сегодня. А ты звони мне, ты даже мне не звонил ни разу. Только я знал, что все это едешь. Какая разница, знал, не знал. Побей, попроси номер телефона Солнца в домашнем позвонить. Прощай, Фазен, да. Хорошо. Давай пакеты. Все, давай, не надорвись, ничего. Давай, папочка, пока, сына, пока. Давайте.